Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров. И вновь мы приветствуем вас из дворца скейтбордической, сноубордической, даже серфбордической культуры Сквот, который находится у нас в самом центре Москвы. И сегодня у нас будет еще один супер интересный рассказ. Поделюсь новостью. Друзья, в Сквоте новая поставка бренда Huff. Мы уже рассказывали про этот бренд, мы рассказывали про многие его коллаборации. И действительно, поставка настолько большая, чтобы рассказать про все предметы, которые пришли, или даже там самые-самые крутые разнообразные предметы. Ну, нам потребуется очень большой обзор, поэтому мы решили немножко сузить наши горизонты. За полным объемом того, что пришло от Huff, обращайтесь в сайт Сквот. Но сегодня мы расскажем про, наверное, самую яркую коллаборацию, которая есть в этом дропе, не побоюсь этого слова. Это Huff и американский рэпер Фредди Гибс. Не переключайте ваши YouTube каналы. Сначала немножко про Фредди Гибса. Я думаю, что те, кто очень хорошо разбирается в хип-хопе, наверняка это имя знакомо. Те, кто не разбирается или поверхностно, ну, для вас расскажу немножко, может быть, даже если вы о нем знаете, фактов немножко поднасыплю. Дело в том, что Фредди Гибс сегодня считается самым техничным рэпером. Очень самобытный человек, который родился в Индиане, который там и вырос, там ходил в школу, там пошел в армию, с которой, причем пошел не по своей воле, а потому что был выбор, либо тюрьма, либо армия. Но из армии его тоже выгнали за то, что он нарушал устав, укурил всякие запрещенные вещи. Уже через восемь месяцев после того, как пришел. И после этого человек начинает уже активно заниматься рэпом. И, с одной стороны, у него не было какого-то огромного количества микстейпов, огромного количества независимых альбомов, которые он выпускал до того, как стал известным. Нет, как-то так получилось, что уже достаточно быстро он начал записывать как собственные альбомы, так и совместные альбомы с очень и очень известными и уважаемыми в хип-хопе людьми. Ну, стоит, например, сказать, что Мэд Лип, наверное, одна из главных глыб независимого хип-хопа, продюсер, который работал как и с супер независимыми и супер подземными исполнителями, так и делал музыку для очень известных рэперов, записал с Фредди Гибсон два альбома. Даже больше скажу, что песня Fagging с альбома Bandana у меня, наверное, одна из самых моих любимых рэп-песен. Кроме этого, он записывает два альбома с другим продюсером, Alchemist, который тоже сейчас очень и очень популярен и с которым просто так совместные работы ты делать не будешь. И делает альбомы совместные. Из-за того, что рэпер он очень техничный, он иногда может показаться очень сложным. Может быть, поэтому у него пока еще нет такого прям супер мейнстримового признания. Но это реально человек, который делает очень интересные, очень современные вещи. И вот я тоже поражаюсь, да? Сейчас рэп действительно очень сильно изменился по сравнению с тем, какой он был там 15, 20, 30 лет назад или там на самом заре своего появления 50 лет назад. И очень многие современные рэперы, они вообще никак не пересекаются по творчеству, по тому, как они выглядят с рэперами, что называется, старой школы. Но Фредди Гибс, человек, которому уже 40 лет, который вроде как новичков не особо похож, он очень и очень лаконичен, когда он поет сам на какие-то супер современные биты, когда он берет подземные биты, когда он делает совместные песни практически с поп-исполнителями типа рекросса или с современными рэперами типа такого исполнителя, как Moneybagg Yo, или же наоборот с классическими рэперами, как Каренс, из которого у него целый альбом был записан. В общем, действительно такой супер техничный человек, который практически на любом бите, который практически в любом окружении очень и очень классно умеет сделать рэп. Таких сейчас, наверное, мало. И вот в 2020 году, после того, как у него были уже совместные альбомы, после того, как у него были различные независимые релизы, он выпускает альбом на Варнере, который называется Soul, Soul Separately. Переводится это как «Душа продается отдельно». Это цитата из одной из его предыдущих песен, которая стала очень популярным, что «drug the free, but soul, soul separately». То есть наркотики вы можете получить бесплатно, но вот «Душа» она продается отдельно. И, наверное, как раз получился такой душевный альбом, очень интересный и, более того, концептуальный. На протяжении всего альбома Фредди Гибс сравнивает себя с кроликом, как он себя сам называет, Big Boss Rabbit. И даже в видеоклипах к этому альбому можно видеть, как иногда он ходит с этим кроликом, едет с ним куда-то. Но практически всегда мы понимаем, что на самом деле он сам себя отождествляет с этой фигурой. Big Boss Rabbit — это такой ненасытный, всегда голодный, жадненький до морковок, до крольчих кролик, который как раз вот живет такую жизнь, с которой себя исполнитель и сравнивает. И весь альбом крутится вокруг вымышленного казино и отеля в Лас-Вегасе, который называется Triple S. Ну, Triple S — это как раз, во-первых, изображение большого долларового выигрыша. Три раза как доллар, S как доллар. И Triple S — это сокращение от названия его альбома — Soul, Soul Separately. Кстати, даже на обложке альбома можно увидеть ушки вот этого кролика. И нужно сказать, что Фредди Гибс давно является другом компании Huff. Компания из Сан-Франциско, создателем Китом Хафф Нагелем, который давно уже следят за рэпером, давно уже, что называется, подогревает его какими-то своими релизами, радуется, когда он в каких-то вещах от Хафф выходит. Соответственно, создание совместной коллекции было, что называется, вопросом времени. И вот это время настало, и вся эта коллекция, она как раз посвящена вот этому вымышленному казино Triple S. И очень приятно, что Хафф даже сделал несколько небольших видеореклам, как они очень любят делать, где тоже задействованы. И это казино, где тоже задействован и вот этот кролик. И получилось действительно здорово. То есть вся коллекция, она пронизана таким духом роскоши Лас-Вегаса. Отдыха, расслабления, больших денег. Ну, то есть не какого-то гламура, да, вот яркого, а что все хорошо, по денежкам все хорошо, мы здесь в Вегасе сидим, отдыхаем. Ну, как в старой такой истории, когда сидят двое бандитов в казино, один постоянно проигрывает, очень злится, там, обещает пристрелить к рупье, все здесь разнести, говорит, что как в новой колоде карты могут лежать не по порядку. А второй сидит рядом с ним и говорит, братан, деньги не здесь зарабатывать надо. Вот, то же самое и с Фредди Гибсом, что деньги он уже заработал, и здесь он просто их тратит. Получилась действительно такая очень интересная, классная коллекция с большим количеством деталей, с большим количеством отсылок как к этому кролику, так и к другому творчеству Фредди Гибса. И, как всегда, у Хафф это получилось действительно классно, действительно ярко и в то же время не оляписто. Ну, на мне как раз сейчас вот как раз из этой коллекции курточка, здесь вы видите тоже у нас Хафф, ушки как раз вот этого кролика. С другой стороны у нас есть и Triple S, что это у нас как раз казино. Плюс еще сзади вот такая классная вышивка с кроликом. Кстати, пиджак это двухсторонний, то есть его можно с другой стороны носить, она будет черной с надписью good luck. Еще штаны есть, правда не в моем размере, в размерах поменьше. Несколько футболок, толстовок из этой коллекции. В общем, все очень органично, все очень здорово. Если вдруг вам Фредди Гибс, ну так получается, не близок, что ж не беда, вы можете тогда обратить внимание на другие предметы из коллаборации Хафф. Хафф это и штаны, это и футболки, и рубашки, и аксессуары. Практически очень-очень многого. Как я уже сказал, в одном обзоре про это все не сказать. Но возвращаясь к Фредди Гибсу, мне очень понравилось, что такой дядька достаточно уже взрослый, в то же время не то, что держит нос по ветру, но остается в стиле, остается верным как и своим идеалам, так и не в какую-то архаичность опускается. И то, что Хафф обращает внимание в очередной раз на различные интересные персонажи. Вы помните, да, когда мы говорили про Хафф, мы рассказывали уже и про Майлса Дэвиса, и про историю Плейбой, и там даже про презервативы в Магнум. Соответственно, действительно много интересных историй. И истории это наше все. Если вы любите истории, значит, вы любите наши обзоры. А если вы любите наши обзоры, то занимайтесь гидбардическим катанием. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok